Восемьдесят четыре золотые медали завоевали спортсмены Оренбужье в 2011-м. Победителями и призерами различных соревнований наши земляки становились 243 раза. Каждому из этих достижений предшествовали месяцы и даже годы подготовки. Лучших спортсменов и тренеров по итогам 2011-го честовали в Театре драмы, где губернатор области Юрий Берг вручил именные стипендии, гранты и денежные премии. Легкоатлет из Ташлинского района Андрей Сайчев в зимнем сезоне 2011-го не проиграл ни одного старта. А в июне парень одержал победу на юношеском первенстве России, которое проходило в Чебоксарах. Тогда на дистанции 800 метров Андрей просто не оставил соперникам никаких шансов. После этого был еще не один триумф. В 2012-м кропотливая работа продолжается. Последнее достижение это в серебро в городе Волгограде, где проходило первенство России. Там совсем неудачно сложился старт, потому что я заболел за неделю до соревнований и пришлось бежать все на не очень хорошем состоянии. А планы – это попасть на чемпионат мира среди юниоров в Барселону. Там новый отбор. Будем подводиться и выходить на этот уровень. Сегодня в Оренбурж есть претенденты на участие в Олимпиаде 2012 года. За путевку вместе со своим тренером Ольгой Байдаловой поборется заслуженный мастер спорта из Новотроицка, чемпион мира по паралимпийскому плаванию Павел Полтавцев. Среди спортсменов, которым сегодня вручаются именные стипендии, гранты и денежные премии, победители и призеры всероссийских и международных соревнований. В 2011-м лучшем на первенстве мира на двойном мини-трампе стал бугорусланец Андрей Гладеньков, воспитанник и наставник Сергея Троянова. Титул лучшего на планете завоевал оренбургский гиревик Эдуард Булатасов, тренирующийся у Владимира Баранова. Кандидаты, мастера спорта, международники, а также их учителя. Награду получают 17 тренеров и 24 спортсмена. И эти дети, которые занимаются спортом, у них уже есть будущее. И огромное спасибо надо говорить их наставникам, тренерам, которые, если посмотреть, за невысокую заработную плату, они все фанаты своего дела и посвятили всю свою жизнь воспитанию подрастающего поколения спортсмена. Она стала сильнейшей в весовой категории до 75 килограммов на первенстве мира среди юниоров по тяжелой атлетике, которая проходила в июле 2011 года в Малайзии. Штангистка из Гая Ольга Зубова в сумме двоеборья подняла 268 килограмм. В сентябре Ольга одержала победу на первенстве Европы в Бухаресте. Сегодня чемпионка летних юношеских олимпийских игр 2010 года готовится к новым стартам. Тренируемся, тренируемся к чемпионату Европы готовимся. Будет в апреле. Хотим больше поднять и выиграть опять же Европу. Ну, как получится, постараемся. Хотелось бы. Известная самбистка Алена Грабова совсем недавно став молодой мамой вернулась в большой спорт. Девушка заново взялась за покорение вершин. Уже сегодня ей удалось достичь многого. В прошлом году Елена Хакимова заняла первое место на чемпионате России. Причем в полуфинале воспитанница Петра Плотникова одолела 11-кратную чемпионку мира Ирину Родину. Ее никто не побеждал, кроме моей спортсменки. А ждал я это ровно 20 лет. То есть много было спортсменов, которые могли бы Шамрай, Хилькевич. Три спортсменки было бы в ее весе, но все они ей проявили. Но не считая все мировые звезды ей проявили. А у них на родине в Краснокамске мы победили ее. В спортивной среде, как правило, стараются воздержаться от прогнозов и успехами не хвалятся, дабы не сглазить. Посему и мы предрекать ничего не станем. Просто будем надеяться, что кому-то из наших спортсменов повезет на Лондонской Олимпиаде. Этим счастливчикам, кстати, губернатор пообещал 800 тысяч рублей.